Кто чувствует праздник в сердце? Аллилуйя! Вы знаете, Рождество невозможно понять умом. Садитесь, пожалуйста. Именно потому, что невозможно понять Рождество своим умом, Бог сотворил сердце человека. Потому что именно оно может чувствовать, переживать, именно оно может любить, оно может чувствовать, что его любят. Ибо так возлюбил Бог мир. Скажи, ибо так возлюбил Бог меня. Скажи это сейчас громко. Ибо так возлюбил Бог меня. Что для меня Он послал Единородного Сына в этот мир, чтобы я не погиб. Вы знаете, только сердце может почувствовать это. Когда людям пытаются рассказывать для их ума, они не понимают Рождество. Они не могут его осознать, потому что оно сверхъестественное. Рождество Иисуса Христа сверхъестественное. Задолго до Рождества Бог, как мы уже слышали, был Словом. И это Слово возвещало народу о Его спасении. Смотрите, что Бог сделал для язычников задолго-задолго до того, как Рождество пришло на эту землю через пророка язычников. Он сказал такие вещи. Вижу его, но не ныне еще. Взрю его, но не близко. Восходит звезда Апиакова. Воссияет жезл от Израиля. Вы знаете, каждый народ слушает своих пророков. Чужим не верят. Поэтому с того времени все народы стали ожидать появления звезды. Они ждали, когда звезда появятся. Передавали из уст пуста, из поколения в поколение. В народе было это ожидание. Так уж было в то время, что когда были цари, и не просто цари, а цари над царями. И когда рождался наследник, то царь царей посылал во все концы своих концов, посланников своих, слуг своих, с письмом, приглашением на праздник, потому что родился наследник. И посланники передав письмо, в котором было повеление, чтобы люди, которые знают о том рождении, пришли с подарками. Принесли эти подарки рожденному. И вот, что происходит у царя царей, рожденного нам, да? Бог Отец имеет тоже слуг. Бог Отец, наш Небесный Отец, помимо ангелов, имеет еще очень много слуг. Так говорит Господь, это пророк Еремия нам передает такую мысль. Так говорит Господь, который дал уставы звездам. Звезды они сами по себе в свете твои есть уставы. Множество, множество великое служит нашему Отцу Небесному. И когда настало время, вот пророк Осия говорит о рождестве, а в скорби своей они с раннего утра будут искать. Как это похоже на сегодняшнее время? Откуда он знал, что мы в скорби будем с раннего утра искать его? Пойдем, возвратимся к Господу, говорят они, ибо Он исцелит нас, перевяжет наши раны, оживит нас через два дня и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как дождь поздний, оросит землю. Сегодня, когда мы двигались сюда, дождь свидетельствовал о том, что Господь наблюдает за Своим Словом, чтобы оно исполнилось для нас. Бог никогда не остается в крови вашей, никогда не остается побежденным, Бог всегда побеждает для нас. Он победил тьму. И вот, когда заря взошла, воссияла звезда, она пришла рано внутое. Звездочеты в царствах наблюдали, постоянно наблюдали за звездами. Звезды, когда светят в темноте, но вдруг при ранней заре появляется звезда. Такая яркая, такая мощная, такая сильная звезда. Слуга Божий пришел, чтобы возвестить царям о рождении царя-царей. Пойдя в Иерусалим, они напугали весь Израиль. Весь Израиль пришел в движение, потому что цари Востока пришли, чтобы поклониться и привезти подарки царю-царей. Где родившийся царь иудейский, ибо мы увидели звезду Его на Востоке и пришли поклониться. Библия говорит, что это время было самым темным временем. Почему самым темным? Потому что было повешено совсем последний светильник, который был светом для всего мира. Это свет Слова Божьего. Он был накрыт тьмой язычников. Язычники завладели Иерусалимом и завладели храмом и на крыле храма ставят своих идолов. Тьма покрывает землю и, казалось бы, нет надежды. Вы знаете, всегда мы надеемся на Господа. Надежда порой это все то, что остается у нас, когда все другие способы и средства уже бессильны. И в этой надежде с раннего утра мы взывали и говорили Господь приди, приди к нам, помоги. Иисус пришел как утренняя звезда, как светильник. Петр говорит нам и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. я знаю, что здесь много людей, которые в первый раз в церкви и вы приехали сюда с надеждой. Я знаю, что надежда это то, что мы ищем там глубоко внутри себя. Потому что когда наши глаза надеются на то, что мы видим, это очень обманчивое зрение. Потому что невидимое Божие вечное, а видимое человеческое временно. Невидимое можно видеть только глазами сердца. Видимое своими собственными глазами. Бог дает нам зрение, просвещая нас. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего. И предвидишь пред лицом Господа приготовить путь ему. Да он зумеет народ его спасение и прощение грехов по благоутробному милосердию Бога нашего, которому просветил нас восток свыше. Просветить сидящих во тьме и тени смертных и направить ноги наши на пути мира. Бог говорит нам об Иисусе. Бог говорит нам о том, что Он пришел, чтобы просветить наши сердца. Кто-нибудь из вас был на рентгене? Кто использовал рентген? Вам было удивительно, что кто-то там с другой стороны видит вас насквозь? Видит то, что спрятано под кожей внутренность моего тела. А потом еще и делает фотографии и говорит вот смотри, что у тебя там внутри. Когда Иисус пришел на эту землю, Он как рентген пришел просветить меня насквозь моей души, чтобы я увидел свои собственные грехи. Потому что человеку не свойственно каяться в грехах ему, свойственно оправдывать себя, потому что он унаследовал это от Адама. Потому что Адам первый, который свалил свою вину на самого Бога. жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел, и я согрешил перед тобой, но я не виноват. И так каждый человек все время ищет причину, чтобы не признать свою вину, а чтобы найти кого-то или что-то, что более виновный, чем я сам. Но когда Иисус приходит в наше сердце, мы не оправдываемся, потому что Он дал нам право быть виновным перед Ним, чтобы признать свои грехи. Господи, я виновен, что жил все это время без Тебя. Я виновен, что не знал пути мира. Я виновен, потому что я все время думал о себе и не думал о других, о ближних моих. Многие люди в поступках своих имеют мирные такие поступки, но в разуме своем они постоянно воюют со своими родными и близкими, постоянно воюют в семье, с соседями, с друзьями. Когда Иисус входит в наше сердце, Он просветляет очи мои, сердце мое, и я начинаю смотреть не на внешнее, не на тех, которые рядом со мной, что они более грешны, чем я, но на себя самого. Я вижу свои собственные грехи, и тогда я прихожу к Богу с покаянием и говорю Ему, Господи, прости. Если я делаю это искренне от всего сердца, Иисус входит в мое сердце, царь царей, утренние звезды. Он так сказал, и дам ему, кому, тот, кто побеждает свою эгоистичную натуру, самого себя, и дам ему звезду утреннюю, побеждающей, наследует все. Я хочу быть победителем во Христе, я хочу быть победителем в Его рождении, я хочу быть победителем в Его смерти и воскресении, я хочу быть победителем в Его царстве, потому что Он царствует сегодня и во веки веков, Он царствует над всем, и нет ни одной твари сокрытой от Него, Он знает, когда ты встаешь, когда ложишься, когда ты идешь, Он знает, даже тогда, когда ты еще не можешь сформировать мысль в себе, Он ее совершенно знает, потому что Он Спаситель твой. Я Иисус послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях, Я Истин Корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, И Дух и Церковь Невесты Иисуса Христа говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, и жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Мы, как Церковь, сегодня говорим всякому из вас, тот, который еще никогда не делал подобного рода вещи, никогда не приглашал Иисуса Христа в свое сердце, приди к Христу, приди, прими младенца в свое сердце, и он вырастет в тебе, в царя царей, и он станет победителем, и ты победишь вместе с ним. Я сейчас прошу, чтобы вы вместе все встали, и те, кого коснулось это слово, чтобы вы повторяли вместе со мной, как и вся Церковь. Господь, я стою перед тобой. Я прошу, чтобы вся Церковь повторялась сейчас. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не оставил меня сиротой, что Ты послал своего Сына ради меня. Я нуждаюсь, и без Него я никогда не смогу быть спасенным, я не смогу увидеть небо, я не буду царствовать, если я не введу в Твое царство через Иисуса Христа. Господь, сегодня я принял решение. Я отдаю Тебе свою жизнь. Войди в меня, царство. Пусть мое сердце будет без остатка преда на Тебе. Я хочу славить Тебя и поклоняться Тебе всем сердцем своим. Удали из него блехи мои. Удали вредные привычки. Удали все то, что мешало мне приблизиться к Тебе. Освободи меня, Господи, и буду свободен. Исцели меня, и буду исцелен. Спаси меня, и буду спасен. Я нуждаюсь в Тебе, Господи, Боже мой. Ты жизнь моя, Иисус Христос. Тебе одному поклоняюсь я. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. гостин Спасибо.